И театр постепенно... А я в это время преподавал в ГИТИСе и во ВГИКе. Мои лучшие студенты, самые лучшие, стали играть на этой сцене, стали членами труппы. Кроме философа Полищук, потом пришел Алексей Васильевич Петренко, и мы сыграли. А что это ты во фраке? Это можно увидеть. Опять же, очень много моих работ можно сегодня увидеть в интернете. И пошло-пошло, мы стали ездить на крупные зарубежные фестивали. Театр гастролировал в 52 странах мира. 33 сезона, да? 33 сезона. Вот я сейчас говорю, наш дорогой Мирьям, что это не будет театр, скромный театр города Нитани. Это будет крупный театр мирового уровня. Мы будем на самые престижные фестивали выезжать, показывать, получать премии. Я горжусь, у меня этих там премий десятки. Но тут не во мне дело, а в театре дело. Иосиф Леонидович, скажите, вы считаете основания для того, чтобы вас освободить от ваших уроков были? Вы знаете, я буду сидеть сейчас вот здесь, мы с вами будем сидеть в телевизоре, я буду рассказывать, как неправильно закрыли театр. Конечно, неправильно, конечно, обидно. Конечно, ну что тут я буду говорить? Мне ужасно обидно, несправедливо. Я считал, что я приношу своей родине, России, я приношу, извините, всемирную славу. Я показываю высокое, действительно, русское театральное искусство. Но им это не надо. Дело в том, что я же не одинок. Я же, извините, если бы я был один. А там мой товарищ, выдающийся, великий режиссер Дима Крымов. Ну как не дать ему театр, а вместо этого махнуть ему вслед рукой «До свидания». А Римас Туменос, который вот здесь сейчас, извините, скажу резко, вынужден ставить. Потому что Римас должен ставить в своем театре. Он должен стать в театре, где все понимают, что он сочиняет, а все обеспечивают это сочинение. Он не может работать у какого бы то ни было директора Римас Туменос. Он сам театр, он Римас Туменос. И таких, к сожалению, я не говорю о Серебреннике. То есть я говорю. Я говорю о Юрии Бутусове. Я говорю, что сегодня российский театр потерял просто... Для чего же они это делают? Что же это за первое время чумой? Это право тех, извините. Это вы говорите. Это их право. Это государственные театры. Они платили деньги. Они давали бюджет. Их право закрыть. Другое дело, что нам кажется, что это глупость. Это назло маме там отморожу уши или что-то такое. Это примерно такое. Очень жалко. Очень обидно. Потому что огромные буквы школы современной пьесы исчезли. Театр на Трубной. Ах, оригинально. И вместо того, что у меня каждая премьера, премьера была мировая, лучшие драматурги, лучшие пьесы, я уже там называл Злотников, там шла и Улицкая, и Шендерович, и Быков. Я понимаю, что я называю сейчас тех самых. Но они были самыми талантливыми драматургами. Извините. И я ставил только первый раз, только мировые премьеры. И сейчас, извините, на что это поменяли? Красавец-мужчина, тетка-черлей и муж под кроватью. Ну, ребята. Стыдно, банально проницать. Ну, чего же ругать? Хотите так, живите так. Скажите, когда вас освободили, как художественного руководителя, вам кто-то позвонил и предложил работу? Нет, нет, нет. Вы же делали так в свое время. Да, я так делал. Вы протягивали руку людям, которые снимали? Нет, в этом смысле, да. Да? Извините, я благодарен. Я не понял, о чем идет речь. В тот момент, когда меня уволили, я боюсь их сейчас подставлять и боюсь о ней говорить. Но много замечательных режиссеров, моих коллег и товарищей, многие. Ну, не хочу действительно подставлять. Не надо, не надо. И называть именно. Из крупных прекрасных театров предложили работу. Вот, мало того, это не тайно, это было объявлено. Я запустил спектакль в нескольких театрах. В Санкт-Петербурге, в Перми, извините, не называю фамилии там. Легко догадаться, кто руководит Перловским театром. В Рязани я начал репетировать, в Рязанском театре драмы. Это все потом было закрыто и остановлено. Без объяснения причин. Без объяснения. Потому что то, что мне вменялось и вменяется до сих пор, говорятся какие-то тексты. Я сам слышал их из этой чудовищной, мерзкой передачи Михалкова «Без огон». Он меня приводил в пример, говоря текст, который я никогда не говорил. Я никогда этого не говорил. И мы в давние времена, мы с ним очень мало знакомы, в давние времена общались. Его сын, прекрасный, замечательный парень, учился у меня в Афгике. Я преподавал у него как раз работу с актером. Мало того, я сам понимаю, что Михалков выдающийся режиссер. Выдающийся, сделавший феноменальные, потрясающие фильмы. Но так услышать, поверить, повторить. Ну что, я позвоню ему, скажу, дорогой Никита Сергеевич, это неправда. Вы, вы, они врут, а вы повторяете. Нет, он как-то так активно, энергично доказывает. Ну что я буду спорить по этому поводу? Мне очень обидно, очень больно. Очень жалко. Я прожил огромную творческую и человеческую жизнь. Я много чего сделал. Правда, много чего сделал. Это удивительно. Вот у меня вышел учебник ГИТИС. Вот мы о нем говорили. Во всем виноват режиссер. А ученый совет ГИТИСа рекомендовал учебник для вузов страны, и не только страны. А ректор ГИТИСа написал вступительную статью, где он сказал, что это лучший учебник всех времен и народов. Мало того, они продали весь первый тираж и сдали только что второй, не сказав мне ни слова, не подарив мне ни одной книжки. Я уже не говорю, не заплатив ни копейки, я узнал об этом в Израиле. Ко мне подошла женщина, практически на улице, подошла женщина, говорит, вы бы не могли подписать вашу книжку. Я говорю, как, откуда? Она говорит, вот буквально три дня назад купили в Санкт-Петербурге. Ну, как это может быть? Ну, такое время. Ну, что тут? Можно только сожалеть и... Иосиф Леонидович, такое время. Я вам скажу так. То, что вы сделали до приезда в Израиль на советской российской сцене, я думаю, еще будет изучаться и восторгаться и пересматриваться. Ну, до сих пор изучалась моя работа. И здесь ногой, блядь! Чтобы процитировать одно из ваших интервью, хочу спросить, вы ведь еще пробовали учиться и на журналистов, на журфаке Ленинградского университета? Ну, это я не столько учился, сколько руководил студенческим театром. Вы вообще, в принципе, как с журналистским цехом, вы считаете, вы ладите? У вас есть претензии к журналистам? Претензии у меня только одни. Я как-то в последнее время стал много участвовать во всяких политических шоу, хотя я совершенно никакой не политик, но у меня есть, естественно, взгляды, понимание той ситуации, в которой сейчас находится наша страна, и в которой находится наша культура, и в которой находится наша экономика. Я вижу, понимаю, опять же, может быть, я не прав, но тем не менее, я готов свою точку зрения мотивировать и вступать в диалог. Но, что касается журналистов, то, к огромнейшему сожалению, большое количество журналистов превратились из профессиональных журналистов в таких профессиональных, ну, не знаю, пропагандистов и агитаторов, что неверно и неинтересно. То есть они не хотят знать истины, они заведомо под влиянием, не знаю, редактора, продюсера, они заведомо понимают, в какую точку зрения они проталкивают, и их невозможно, да и не нужно сбивать с этой точки зрения. Ну, знаете, вы сами открыли эту дверь, я вот не могу не поговорить насчет агитпропа, пропаганды и агитации. Смотрите, допустим, вы не раз говорили, что гордитесь своим родителям, который расписался на рейсторге, который... Да, очень горжусь своим дорогим отцом. Хорошо, с другой стороны, смотрите, давайте мы будем читать там киевские СМИ. Ваши родители, так же, как и мой, и как все поколения, это оккупанты, это насильники. Пришли в Германию исключительно для того, чтобы изнасиловать 2 миллиона немок. Полная ерунда. Ну как, это же пишут киевские СМИ? Нет, это кто-то пишет, так же, как и мы, так же, как и мы, сегодня всю Украину, весь украинский народ называем правым сектором, фашистами. Кто? Кто называет весь Украинский? Первый канал, второй канал, третий канал, вам фамилию назвать? Давайте прекратим об этом говорить. Я в этом участвую сам. Я люблю Украину, я на ней родился. Я Россию, мне не надо признаваться в своей родине. Вы родились в своей родине, в России. Вы одессит, поэтому давайте, вы одессит, давайте все-таки Украина. Так это что будет, не Украина, не Россия? Одесса, Украина. Вы сейчас повторяете Саакашвили, он в своей тронной речи, когда в Одессе его представили губернатора, он сказал, «Одесса, не Украина, не Россия, это центр мировой культуры». Ну, во всяком случае, вы не знаете, как насчет вторую часть, в первой части он абсолютно прав. Я скажу вам, что я знаю огромное количество сегодня, сейчас, замечательных украинских, ну, в основном это деятели культуры, литературы, и знаю такое же количество российских, даже большее, которые, к счастью, не участвуют в этой чудовищной катастрофе, которая постигла наши страны. Поэтому я бы не хотел сегодня вообще об этом говорить, потому что это беда огромная, и наше с вами дело, эту беду как можно, как можно больше вот успокоить, как можно быстрее вернуться к тем действительно истинным, великим корням нашей народы, соединяющие наши народы, понимающие друг друга. Вы про какие народы сейчас говорите? Я про народы России и Украины, потому что я считаю... Это не один народ, вы считаете? Давайте назовем один народ. Нет, почему? Может быть и один. Ну, это как трактовать. Но, тем не менее, один, я с вами соглашусь. Вот соглашусь с вами. Нет, я спросил, я ничего не убежал, потому что со мной согласится. Если вы спросили, ну, не совсем один. Конечно, там вот эта Галчина, там Львович, это все-таки та сторона, а Донбасс это эта сторона, а центр Украины, там Полтава, это центр. Тем не менее, я-то считаю, что вообще мир это один народ. Мир один народ. Я считаю, что то, что мы сегодня стали, извините, ну, вот большим-большим забором отгораживаться от мира, для нас это беда и неправильно. Я знаю, мир на нас напал. Да все-все-все, мир не прав. Правы мы, мир не прав. Это, я согласен тоже с вами и в этом. Я не очень понимаю, вот этот ваш... Посылок. Выплат, я сказал, насчет того, что мир не прав. Нет, ну вы спрашиваете, один ли народ России и Украины? Один. Согласен. Ну вот насчет того, что мир напал. Вот, ну давайте все-таки, понимаем, я знаю, что истории переписываются. Уже сейчас молодые японские студенты считают, что Нагасаки и Хиросима это сбросил Сталин бомбы, и что американские с японским народом воевали с Гитлером и Сталином. Я понимаю, но молодые российские студенты сегодня в самых серьезных учебных заведениях даже плохо понимают, там сколько штатов в Америке, где она находится, и что такое Центральная Европа. К сожалению, причем студенты серьезных московских вузов. Вы сталкивались с этим? Я сталкиваюсь, потому что я преподаю очень много лет. К сожалению, я сталкиваюсь с чудовищным понижением уровня нашего... Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Ехай нахуй, ехай нахуй, ехай нахуй, навсегда. Я хочу несколько слов и поговорить о вашем детище, о этом потрясающем театре, который вы создали, который у вас, в принципе, отобрали. 29 июня 2022-го три московских театра лишились своих руководителей. Это был Алексей Агранович из Гоголь-центра, Виктор Рыжаков, который создал «Современник», и вы из школы современной пьесы, департамент культуры Москвы, а, наверное, скорее всего, кто-то лично приложил руку. Театр, в котором играли такие актеры, как Альберт Филозов, Алексей Петренко, где играли Мария Миронова до последних своих дней, Михаил Глузский, Людмила Гурченко, Любовь Полищук, Владимир Качан. Вы мне только что сказали во время рекламы, что за полгода не было билета в этот театр. Кстати, помещение вам давал Ельцин или Лужков? Вы знаете, страшно сказать, помещение давал... Да мне вообще похуй, реально, чисто поебать. Кто, чего, мне похуй. Я похуй.